В 2004-м Генеральная Ассамблея ООН объявила взятки, хищение бюджетных средств и отмывание доходов уголовными преступлениями. Если еще недавно на местах не могли дать точного определения коррупции, то сегодня ясно, что это и как с этим бороться. Сотрудники надзорных органов отмечают ежегодные успехи в этом деле. Саратовская прокуратура не исключение. В честь праздника подводит итоги своей работы. За последний отчетный период органами прокуратуры выявлено более трех тысяч нарушений законодательства противодействия коррупции. Принесено 516 протестов. В суды направлено 181 заявление. Внесено 905 представлений об устранении нарушений закона. По результатам которых, предлагаю обратить внимание, 1095 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности. За прошедший год на территории области возбудили 68 уголовных дел коррупционной направленности. За большинством из них кроется взятка. Явление, которое не теряет свою популярность в современном обществе. Но если раньше к ответственности привлекали за сам факт дачу взятки, то теперь попасть под статью можно всего лишь, предложив материальное вознаграждение. Два подобных дела уже направляли в суд сотрудники заводской прокуратуры. Судебные решения вступили в законную силу. В одном случае штраф в сумме 1 миллион рублей выплачен полностью. А во втором случае исполнение штрафа осуществляет приставы в Вологодской области. Сотрудники прокуратуры признаются, коррупция настолько прочно вошла в нашу жизнь, что бороться с ней становится все сложнее. Однако жесткие меры наказания дают свои результаты. За взятки наказывали и будут наказывать всех. И простых служащих, и высокопоставленных чиновников. Стараемся максимально сконцентрировать усилия на выполнении координационной, на реализации функции координации правоохранительных органов. И полагаю, все-таки определенные результаты работы есть. Чтобы полностью искоренить коррупцию, нужно много сил, времени и мер профилактики. Работа в этом направлении прокуратуры ведется успешно. Поэтому еще раз напоминают, прежде чем получить или дать взятку, следует задуматься о последствиях.